всем привет меня зовут оксана я рада вас приветствовать на своем канале начиная новый влог и помимо того что хочу вам показать свои процессы готовой работы также я буквально днях было в нескольких магазинах и посмотрела актуальное наличие трикотажных изделий там и конечно же решил это все снять и показать вам но это будет немножечко позже а сейчас я хочу все-таки немножечко остановиться на том что мне произошло буквально за эту неделю ну во первых как и я вам и обещала я выпустила мастер-класс вот эти замечательные шапки это была моя шапка самая первая как помните кто смотрел а влог в котором я ее показывала и вот эти две шапочки я как раз таки вязала уже в мастер-классе я там говорил о том что почему я вязала две такие разные с одной стороны а с другой стороны можно сказать одинаковые а все потому что эта шапка она шишечками получается по ходу действия до который я вязала то есть я не отрезала нитки ничего как шло вязание так все оно и было а вот это уже шапочка с шишечками пришивными я их отдельно вывязывала и потом сюда не пришивала я их привязывала на самом деле вот поэтому если вы хотите взять подобную шапку то я оставлю ссылку вверху на мастер-класс и переходите обязательно там но я постаралась на самом деле подробно снять мастер-класса если у вас будут какие-то вопросы пишите в комментариях я на них отвечаю вот к этой шапочке я уже бирочку вот прицепила и помпон такой у меня тоже разноцветный эта шапка пойдет в подарок ребенку не взрослому человеку поэтому она такая вот разноцветная ну и соответствие соответственно название шапки тоже такой немножко неординарная в духе часто молодежи наверное можно так сказать pop it так что такая шапочка шишечками точнее даже не одна шапочка вот их у меня три и кстати что вам хочу сказать что в этом сезоне я посмотрела шишечки очень актуальны как на головных уборах так и в принципе на плечевых изделиях и каких-то вот аксессуар очень многие печатные издательства опускают описание мастер-класса вот именно изделий по поводу процессов их у меня два первый процесс это тоже шапка но уже шапка мужская я давно обещала папе связать ему шапку очень давно на самом деле и он уже ждет и несколько лет но все дело в том что почему-то мужские шапки пока как-то меня особо удавались перчатки да там вязала шарфики может быть тоже но вот шапки я один раз связала мужа она вроде было бы была хорошая он не ходил но на самом деле как-то не лежала у меня к ней душа и не было какого-то вдохновения их вязать но теперь понимаю что надо и вот такой у меня процесс получается также у меня резинка один на один фиксированный отворот опять резинкой вот просто лицевая гладь а по поводу пряжи это если есть вот артикул так давайте посмотрим канамара 70 честно скажу я не очень помню что это за пряжа она достаточно давно уже у меня по метражу 220 метров и знаете вот так вот если посмотреть внешне то очень сильно напоминает пряжу alize lana gold но это ровно до того момента пока вот пряжа ну не превращается какое-то изделие и это изделие не проходит влажно-тепловую обработку после конечно такого а такой ассоциации нет рассказать на самом деле они особо нечего просто очень красивого серого цвета и такая классическая стандартная шапка я очень надеюсь что она хорошо у меня получится мне немножко смущает часть резинки не хочу чтобы она была как-то расхлябанной хотя я вязала ее на меньших спицах и достаточно старалась взять туго но вот немножко смущает что она вот так сильно играет с другой стороны резинка она же не может вообще не растягивается не знаю посмотрим очень большими надежда именно на это изделие но как это будет смотреться по итогу после стирки я не знаю и второе изделие у меня уже можете заметить идет в распуск с ним вообще у меня какая-то такая странная история давайте начнем с пряжи это султана я не помню по процентам но это шелк кашемир и я наверное подпишу здесь на видео что это за состав пряжи достаточно хороший и здесь 70 метров 100 граммах она идет такая вот лент ленточная очень мягкая невесомая блестящего красивая но большое но как бы мне не нравилось это пряжа я пока не очень понимаю как это будет свариться в изделии посмотрите как некрасиво смотрится резинка один на один я себя успокаивает только тем что по идее это пряжа после в то должна разравняться потому что это ленточная пряжа по идее она должна вытянуться и вот смотреться хорошо я короче распускаю наверное уже 1 5 6 изделия вязала много образцов но как бы мне не нравилось пряжа я не особо вижу пока изделие единственное что мне пришло в голову связать это жилет по мотивам сейчас очень популярного брюнелла кучинели потому что это пряжа достаточно неплохо и ложится именно вот в ажуры какие-то такие вот узоры и связать резинку по бокам с такими разрезами то есть будет там батали не то 2 отдельно до их свяжу резинку и потом соединю уже и будет по бокам такие разрезе ки это пока единственная мысль как видите у меня даже очень плохо сейчас вот какими-то соображениями по этому поводу потому что немножко я разочаровалась эта пряжа несмотря на то что она действительно очень красиво посмотрите цвет шикарный фактура тоже очень хорошая на ощупь невероятно мягкая приятная но вот не знаю может быть действительно стоит уже связать изделие провести в это и надеяться на лучшее еще кстати что хочу сказать при вязании этой пряжи с какой небольшой проблемы столкнулась я поняла так что ее нужно вязать не острыми спицами я вязала спицами чагу он достаточно острый кончик почему потому что если спицы попадает вот в ленту сейчас я фокус на виду на ленту вот попадает в ленту она вытягивает эту маленькую ниточку которая здесь вот из которой состоит да это пряжа и потом в общем эти ниточки торчат в разные стороны маленькие и ну это не брак конечно но не очень опрятно смотрится и потом особо с ними тоже ничего не сделаешь поэтому взять скорее всего я буду их на спицы лики либо на аде с таким тупым кончиком ну пожелайте мне удачи надеюсь что что-нибудь у меня из этой пряжи обязательно получится и это изделие меня настолько покорит что я забуду вот эти вот муки выбора и распускание процесса первый магазин который пошла это была zara и увидела трикотажный джемпер который был связан из-за акрила на ощупь на самом деле он был не очень приятный хотя цена кстати между прочим я считаю что очень у него завышена и выглядело не очень приглядно потом увидела кардиган вот он кстати был один из самых симпатичных который сидел в итоге но он тоже связан из акрила не самый лучший состав кроме того в нем действительно очень сильно жарко он достаточно плотный не проветривается и когда его надеваешь конечно же становится как немножечко в парилке но смотрится я считаю что еще достаточно актуальным мило возможно если вы будете надевать его куда-то прохладное место либо прохладной погоде будет хорошо этот кардиган молочного цвета меня вообще очень сильно разочаровал неплохой также был джемпер этого оранжевого цвета очень актуальная модель на сегодняшний день но на самом деле опять же качество оставляет желать лучшего и смотрится по факту мне не очень на самом деле понравилось и думаю сейчас вы сами увидите он оверсайз ну какой-то наверное с прошлого века хотя наверное дело все вкуса близко всему прочему по итогу я заметила на нем брак и как видите зеленые пятна они были на многих изделиях именно этого джемпера поэтому он мне тоже не особо понравился также я заметила что на очень многих вещах из зары есть брак потому что торчат нити очень сильно петли все в разные стороны задеты не знаю это либо уже люди которые меряют так неаккуратным либо изначально эти джемпера сделаны не очень хорошо этот джемпер тоже плохого качества и материал оставляет желать лучшего я нашла кстати также неплохую модель трикотажную это вот красный джемпер он достаточно кстати интересно выполнен а у него сзади пуговичкой мне нравятся такие детали у меня есть в гардеробе похожего плана вещи когда сзади пуговицы также вот эти вот швы которые идут по бокам регланной линии цвет хорошие рукава кстати по сначала к что необычные но они немножечко такие видите как фонарики снизу делать резинка но опять же по факту один акрил который как мне кажется не самое приятное особенно если мы сами вяжем то лучше конечно связать из более приятных материалов чтобы дышала кожа дальше я пошла магазин среди варис он мне понравился больше у него более качественные оказались трикотажные вещи этот кардиган посмотрите он и выполнен более аккуратный материал него намного лучше чем заре мне также покорили эти кардиганы они выполнены из стопроцентного хлопка на щине очень приятные и честно скажу я бы наверное даже задумалась над тем чтобы связать себе либо такое либо кому-то даже посоветовала его купить также вот эти жилетки которые сейчас очень модно не выполнен в разных моделях есть пуговицами есть без пуговиц в разных цветах опять же посмотрите очень симпатичные вещи кстати вот сейчас я вам также покажу жилеты которые связаны с жаккардами вот они без пуговиц надеваются на белые рубашки мне больше нравится конечно на рубашках на водолазках каких-либо это дело каждого до на вкус но вот на рубашку очень красиво посмотрите зеленый это восторг очень красивые сочетания цветов и вот качество опять же повторюсь у них намного лучше то это конечно не стопроцентный меринос или там меринос кашемира но все же а вот эти жилетки это вообще отдельный вид искусств посмотрите какие цвета очень красивые как один из вариантов для того чтобы взять себе на заметку создать подобное мне кажется очень хорошо и конечно же я не смогла уйти без покупок я примерил несколько таких легких пальто вот на межсезонье бежево-белые такое достаточно симпатичные его можно надевать на любую базу и примерила черную вот ролик понравилось намного больше мне кажется на более эффектно и по крайней мере с теми вещами гардеробе которые у меня есть она придет больше на и потоку всему прочему я вспомнила что у меня есть бежевый тренч и куртка поэтому решила остановиться на этом цвете а потом случилась большая любовь потому что я увидела ботильоны которые очень долго искала и конечно же не смогла без них идти как они вам